Вау! Просто вау! Как у нас Китай вырос на этой неделе. Это просто что-то совсем нестандартное, необычное. Китай у нас вырос на 15-20% по многим акциям на этой неделе против новостного фона, против технического анализа, который мы делали на прошлой неделе. Сразу скажу, что на прошлой неделе я, получается, ошибся в своих прогнозах. То, что я ждал, что у нас будет скорее коррекция, чем рост. А на этой неделе получилось так, что у нас Китай просто классно, суперски вырос. И думаю, что до конца не каждый понимает, на чем, собственно, такой рост. Об этом мы поговорим, собственно говоря, в сегодняшнем выпуске. Также разберем вопросы подписчиков. Около десятка вопросов пришло. К последнему посту, где я говорил, написать свои вопросы. Также мы посмотрим, какие у нас были новости. Посмотрим технический анализ по китайским акциям. Насколько можно это сейчас делать. Посмотрим, какая у нас важная статистика выходит на следующей неделе. В общем, подведем итоги. Узнаем, что нас ждать по Китаю на следующей неделе. Меня зовут Павел Шумилов. Вы находитесь на канале акции Китая China Stocks. И давайте начинать. Итак, если посмотреть, как прошли торги на прошлой неделе, просто все изумительно. Али Баба выросла на 19%. Пин Дуду. Любимчики Майи выросли на 30%. Джедди Ком на 18,5%. Байду на 22%. Нива выросла на 30%. Экспенка вообще на 60% за неделю вырос. Тоже об этом подробнее поговорим, потому что у компании был отчет. В общем, все прекрасно. 45%, 28%, 35%. Просто изумительная неделя для китайских акций. В сравнении с американским рынком, тут все довольно-таки вяло. Хотя тоже многие компании выросли на 3%. Facebook на 10% вырос. Tesla на 6,5%. Но, тем не менее, Китай гораздо лучше выглядел на этой неделе. Вообще, по Америке, кроме пару дней редких, когда Америка росла, в остальные дни даже падала. Если посмотреть, например, в пятницу, то все довольно-таки красное, кроме там некоторых историй. А Китай у нас рос и в пятницу, и практически каждый день на прошлой неделе. На следующей неделе у нас отчеты по компании Hello Group 8 декабря будет. А в остальные дни отчетов никаких больше не будет. Во всяком случае, важных компаний, за которыми мы следим. Давайте теперь посмотрим экономический календарь, что у нас еще на следующей неделе будет важного по Китаю. В понедельник у нас выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от Kaixin. Довольно-таки значимая информация на него. Обычно рынки реагируют. В среду у нас выходит объем экспорта и объем импорта по Китаю. Сальдо торгового баланса. Ну, это довольно-таки важная информация в целом, но на нее обычно рынки никак не реагируют. Дальше. В четверг неважная информация. В пятницу. Вот. В пятницу индекс потребительских цен выходит. У нас это основные данные, которые у нас выходят на следующей неделе. Индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Именно на эти данные будет самая существенная реакция рынков. С точки зрения статистики у нас в понедельник более-менее важная информация выходит. Это индекс деловой активности от Kaixin в секторе услуг. И в пятницу. То есть понедельник и пятница самые важные дни по статистике. Давайте идти далее. Вот в телеграм-канале я публиковал в пятницу пост, где предлагал задавать вопросы подписчиков. И получил 7 вопросов. Итак, начну по порядку. На все, что было, на все отвечу. Коля Кузнецов спрашивает. Будьте любезны разобрать сани Optical Technology Group. Ну, давайте разберем. Итак, Сани Optical Technology Company Limited. Это инвестиционно-холдинговая компания, занимающаяся проектированием, исследованием, разработкой, производством и продажей оптических и сопутствующих оптических продуктов. А также научных инструментов. Что мы можем сказать про эту компанию? Начнем с финансового здоровья. Последние несколько лет у компании постоянно растет балансовая оценка. И долги примерно на одном и том же уровне. Это хорошо. Это позитивно оценивается компанией. То есть, хорошая оценка финансового здоровья, можно сразу сказать. Всего долгов в компании 6,2 миллиарда юаней. Кэша на балансе 14,4 миллиарда юаней. Причем в примерно 2,5 раза кэша больше, чем долга. То есть, проблем никаких с финансовым здоровьем компании нет. Это плюс. Далее. Что у нас по прибыли и выручке? Какой прогноз? Значит, во-первых, у нас выручка последние 2 года падает. И прибыль тоже у нас в последнее время падает. А начиная с 2023 года ожидается по прогнозу рост и прибыли, и выручки. Притом довольно-таки существенный. Будет к концу года около 3 миллиардов юаней прибыли. А в 2024 году уже 4,2 миллиарда юаней примерно. То есть, существенный рост по прибыли и по выручке 33,5 было. А 38, практически 34 миллиарда юаней будет. То есть, и выручка, и прибыль довольно-таки существенно. Растет на 20-25% примерно. Это много. Это много, и это хорошо. Давайте теперь посмотрим эту кампанию по графику. Что можно сказать? Понятно, как и весь Китай, компания у нас очень существенно упала. С хаёв 260 примерно гонконгских долларов стоило. И сейчас 94. То есть, текущее падение на 60%. В последнее время, как и весь Китай, компания сильно выросла на 42%. И сейчас, что можно сказать по индикаторам. RSI у нас находится в верхней границе канала. И здесь, скажем так, ждать коррекцию стоит. Второй индикатор у нас зелёная линия, который говорит, что коррекция пока ещё не сейчас будет. Не завтра, не поспезавтра. Но, в общем, здесь уже немножечко дороговато покупать в плане момента. Не вообще, а вот именно в моменте дорого. Кстати говоря, давайте посмотрим, насколько дорогая акция вообще. По ПНЕ. Так, она хотя бы прибыльная уже хорошо. 25 по ПНЕ. Но это не очень дёшево, скажем так. Совсем не дёшево. Ну, не 50, конечно. Но, тем не менее. И сказать, что это дешёвая компания, я не могу. Давайте посмотрим с конкурентами, как у нас обстоят дела. По сравнению с конкурентами, это одна из самых дорогих компаний. То есть, вот все остальные из этого сектора подешевле. Хотя, вот и ненамного. Вот вторая компания какая-то. Covel Air Holdings. 23,5 плюс-минус также оценивается. А вот другие компании уже очень дешевле. Их тоже стоит посмотреть, сравнить и уже принимать решение. Стоит покупать именно эту компанию или, возможно, есть получше варианты. Что ещё можно сказать? Компания 103 миллиарда гонконгских долларов капитализации. То есть, не маленькая компания, довольно-таки крупная компания. И, да, как я сказал, она всё-таки существенно упала. И в моменте я бы ждал скорее коррекцию, а потом уже рост. Но сейчас Китай у нас растёт, несмотря ни на что. Поэтому, возможно, коррекции пока и не будет. Можем и дальше расти. Вот, поэтому такой сейчас момент. И вообще по китайским компаниям дальше даже поговорю. Что как бы техника говорит, что пора бы и скорректироваться. Но посмотрим. Посмотрим. Сейчас у меня нейтральная позиция по китайским акциям. В моменте. Долгосрочно за лонг, а вот короткосрочно за нейтральную, скажем так, у меня позиция. Ладно. В общем, по этой компании пару слов сказал. Я бы сравнил вот с другими компаниями из этого сектора. Возможно, есть конкуренты поинтереснее. Тоже на график надо смотреть. Есть, во всяком случае, точно есть компании дешевле, похожие по профилю среди компании. Давайте идти далее. Следующий вопрос от подписчика Zayas. Подскажите, какие компании, на ваш взгляд, из тех, что есть на СПБ бирже, но не входящие в популярный пул? Стоит рассмотреть в портфель? Очень сложный вопрос в том плане, что мне нужно сравнивать, какие есть компании на СПБ бирже, какие есть компании на американском рынке, да, китайские. Вы понимаете, какие из них популярный пул, какие непопулярный пул. Я вот решил ответить таким образом на этот вопрос. В общем, я на Finvizia сделал список китайских компаний, которые имеют ПНЕ, то есть неприбыльные, да, и имеют ниже 15 ПНЕ, то есть прибыльные и дешевые. И скажу, какие у меня есть в портфеле. И вот из этого списка. Випшоп есть, Lufax Holding есть, Dago New Energy сейчас нету, RLX Technology есть, она непопулярная, и Lufax тоже непопулярная, но... В общем, есть в моем списке. QFIN 360 DigiTech есть в моем списке, Finvolution есть, у нас нету, этой нету, этой нету. Кто тут еще у меня есть? Так, ну здесь, здесь все, здесь больше никого нету. Давайте еще страницу 2 посмотрим. Кто тут у нас? Может быть, еще кто-то у меня есть в списке. Нету, нету. Так, нет, с этой страницы тоже больше никого нету. В общем, компании, которые я проговорил, давайте еще раз скажу. тикер Lufx, тикер Lufx, тикер QFIN, тикер FINV. Да, вот эти компании есть в моем списке, они не очень популярные, я про них практически никогда ничего не рассказываю. И у меня очень маленькая доля в портфеле по этим компаниям. Ну, если вам хочется чего-нибудь эдакого, непопулярного, но перспективного, посмотрите, например, на эти компании. Давайте идти к следующему вопросу. Пользователь КС спрашивает. Высокодоходные дивидендные акции есть среди новых? Да, это как раз вот новость. У нас на Санкт-Петербургской бирже еще 21 компания появляется с 5 декабря. И на следующей неделе я буду разбирать все эти компании. Поэтому сейчас, пока не готов ответить на этот вопрос, в этом списке точно есть компании, которые платят дивиденды, и они неплохие. Но вот на следующей неделе буду разбирать все подробнее. Может, даже две недели подряд буду разбирать. Посмотрим, как получится быстро разобрать этот список. В общем, и на этот вопрос я отвечу на следующей неделе. Следующий вопрос от Алекси Оби Парадокс. Просьба обзор по автохом. Так как на минимумах сейчас с момента IPO 2014 года. Но давайте попробуем. Итак, компания Автохом работает как интернет-магазин для потребителей автомобилей в Китайской Народной Республике. Ну, я несколько раз уже разбирал эту компанию. Это что-то типа китайской... Как это? Это что-то типа русского авито, только сконцентрированного по автомобилям. А там автору, драйверу, вот такого порядка сайта с возможностью покупки новых автомобилей, и покупка страховок различных, вот всего вот этого дела. В общем, все, что связано с автомобилями, это вот компания Автохом и покупка через интернет различных автомобилей. Что касается, собственно, самой компании. Давайте посмотрим финансовое здоровье. Прекрасное финансовое здоровье. Постоянный рост балансовой оценки. Все замечательно. Долгов вообще нету. Все шикарно. У компании 21 миллиард с копейками юаней кэшу на балансе. Все замечательно. Компания даже платит какие-то дивиденды, около полутора процентов. И что у нас здесь по дивидендам, какой прогноз. Ожидать, что компания еще будет увеличивать эти дивиденды. То есть все прекрасно у компании будет с точки зрения дивидендов и финансового здоровья. Что касается по поводу будущего. Итак, вот у нас последние полтора года было падение прибыли и выручки. Но начиная со следующего года будет такой небольшой рост. То есть тоже какого-то существенного супер роста ждать не приходится. Но тем не менее он все-таки начнется. А не вот это вот падение, как у нас было полтора года. Ну понятно почему. Соответственно, ковидные вот эти все проблемы в Китае. Поставки машин затруднены. Плюс люди боятся тратить деньги. В общем, будет у нас решаться вопрос ковидной ситуации в Китае. И в том числе автохом тоже запустится. Давайте еще посмотрим оценки. Какие у нас здесь есть прогнозы. Значит, на Е18, практически 19. То есть она прибыльная. Не сказать, что прям супер дешевая, но и не очень дорогая. По сравнению с конкурентами. Значит, компания автохом стоит дешевле, чем большинство конкурентов. Дешевле, чем вейбу. Вот, то есть дешевая довольно-таки по сравнению с конкурентами. Какая у нас здесь оценка справедливая. 55 долларов от сервиса Simple Wall Street. Сейчас примерно 30. Ну то есть примерно процентов 70-80 может вырасти компания с точки зрения сервиса. Давайте теперь посмотрим по графику. Эта компания у нас имеет листинг как в Америке, так и на Гонконге. И, соответственно, эта компания у нас вот 5 декабря начинает таговаться на Санкт-Петербургской бирже. Соответственно, в гонконгских долларах. Ну мы посмотрим американский график автохом. Потому что он имеет большую историю. На Гонконге, соответственно, не так давно начался листинг. Итак, что можно здесь сказать по моменту. По дневному таймфрейму мы видим, что есть потенциал продолжения роста. Докуда мы можем вырасти? Примерно до 32 долларов ближайший уровень сопротивления. Или это 200-дневный скользящий средний. Ну примерно там же, где-то вот сюда мы можем дойти. Как минимум. Как минимум. А дальше будет зависеть от того, как будет эта ковидная ситуация в Китае проходить. Думаю, что у компании в целом все неплохо. На фоне роста всего Китая мы можем вырасти, например, к 40 долларам. И потом находиться вот здесь немножко отстояться. И потом уже расти к 60. Ну думаю, примерно такой будет график, сценарий. Ладно, давайте идти далее к следующему вопросу. Анатолий спрашивает, а какие акции будут сильнее? У каких акций будет сильнее рост у НИО или Xpeng? Ну это, конечно, такой вопрос из серии гадания. Гадания на кофейной гуще и так далее. Но могу лишь сказать свое мнение на этот счет. Я думаю, что Xpeng будет расти сильнее, потому что они больше упали. Давайте немножечко глянем. Потенциал роста, к примеру, НИО и Xpeng. Значит, НИО у нас сейчас стоит 13 долларов за акцию. И потенциал роста, например, 400%. Да, до хайов своих. Xpeng. Xpeng у нас сейчас 11,45. И потенциал роста 540%. Вот. Это если мы обновим своих АИ по этим компаниям. А я думаю, что мы по ним точно обновим. Вопрос лишь горизонт времени. Это будет полгода, три месяца или три года. Да, то есть никто не знает, как бы это быстро произойдет. Но вот если отвечать на этот вопрос, то по процентам это там 400, 50% против, сколько тут Xpeng я уже сказал, против 550. То есть, ну, примерно одинаково, но у Xpeng немножечко все-таки побольше. Так, давайте идти к следующему вопросу от Алексея Акулов. Да, есть такая компания. Дага Нью Энерджи. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прямо серьезно углубиться в эту компанию, сравнить с конкурентами и так далее. Но я отвечу таким образом. Думаю, что эта компания растет не очень сильно из-за того, что прогноз EPS, то есть роста прибыли на акцию, на следующий год минус примерно 13%. Поэтому, если у других китайских компаний там плюс, не знаю, 20-30 EPS на следующий год стоит, роста, то у этой компании аж у нас потенциал падения на следующий год. И я думаю, что из-за этого эта компания не так сильно растет. Но нужно копаться. Я вот здесь посмотрел в новостях, вроде ничего такого не было за последнее время, поэтому что-то глубже, слишком много времени придется на это подразить. Так, следующий вопрос от пользователя, подписчика с ником Единичка. Xpeng почему слили? Ну, давайте посмотрим еще Xpeng и по часовому графику посмотрим. Значит, смотрите, Xpeng у нас отчитывался и вот, например, 22 ноября стоил 6 долларов 34 цента. А сейчас, спустя сколько там дней, ну не знаю, месяц примерно, спустя 30 дней, акции выросли на 80%. 80% и в моменте мы, конечно, были плюс 103%, но тем не менее 80% за месяц роста это не так уж и мало. Отчитывая то, что этот рост вообще последние там дня 4-5 произошел, ну вот на 65% выросли, то на мой взгляд это неплохо. И вот этот вот слили, все-таки акция закрылась плюс 15%, ну просто технически здесь уже было сложно расти, но по всем индикаторам была перекупленность жесткая. И сейчас мы тоже в зоне перекупленности, поэтому чисто технически я бы не удивился, что и в понедельник Xpeng бы у нас корректировался. Я ранее в своих обзорах говорил, что вот если взять LeAuto, NIO и Xpeng, то Xpeng больше всего забили, сильнее всех упал и говорил, что у него самый большой потенциал отскока. И вот, собственно говоря, на этой неделе этот потенциал и реализовался, хотя не в полной мере, думаю, что он и дальше может отскакивать, но тем не менее, в то время, когда у компании выходил отчет, не самый лучший, на самом деле, и прогноз компания давала такой неоптимистичный, наоборот, да, не самый оптимистичный прогноз, вот в этот день отчета у нас акции выросли в моменте на 40%, по-моему, даже больше было, в общем, существенный был рост на отчете, и еще на следующий день тоже был рост, поэтому, ну, как бы, мы уже и так выросли, там, на 50-60% за пару дней, чему бы и не немножечко откорректироваться по этой акции, в общем, все нормально, и не вижу тут никакого слива по Xpeng. Если глобально, почему Xpeng упал вот за последние, там, полгода, то это как раз вот ковидная история в Китае, проблемы с поставками и вот всего вот этого дела. Так, на все вопросы я ответил, теперь давайте перейдем далее. Итак, теперь давайте посмотрим по техническому анализу, насколько можно это сейчас вообще разбирать, посмотрим индекс S&P 500, посмотрим ETF-квеб, посмотрим самые популярные компании китайские, в общем, все как всегда, но сразу момент такой, хочу сказать то, что на прошлой неделе я говорил, что по техническому анализу у нас падение, мы выросли, несмотря ни на что, и сейчас, возможно, похожая ситуация. Технический анализ я сразу вам скажу, что за падение, за падение однозначно прям 100%, но будем ли мы падать или нет, будет зависеть от настроения инвесторов и спекулянтов, скажем так. Ну ладно, давайте поговорим теперь про технику. Итак, S&P 500, как я и говорил, мы можем либо дойти до 200-дневной скользящей средней, либо сразу корректироваться, либо мы пошли своим путем по S&P и выросли даже немножечко выше 200-дневной скользящей по индикаторам, здесь все точно за коррекцию, на чем мы росли, потому что ФРС намекнули, что процентная ставка в США может расти не так быстро, как ранее, то есть не на 0.75 пунктов, а на 0.5, и вот рынки обрадовались это, хотя, в общем-то, ставка продолжит расти, и прям какой-то суперновости я не вижу, но рынок решил, что это классная новость, и надо ракетой лететь. Ну ладно, сейчас я считаю, что будет коррекция со дня на день по Америке. По ETF-квеб, который у нас отвечает за интернет-компании Китая. Что у нас здесь? РСА у нас ждет, не дождется коррекцию. Есть позитивный момент, мы вышли выше 200-дневной скользящей средней. Это у нас, это у нас, когда у нас вообще такое было, последний раз? В апреле 2021 году мы были выше на чуть-чуть, и стали опять вниз. В общем, где-то по-нормальному с марта мы не были так высоко, то есть выше 200-дневной, и все это время были ниже, ниже, ниже и ниже. И вот, наконец-то, мы преодолели 200-дневную скользящую. Это, конечно, очень такой важный сигнал. На мой взгляд, сейчас идеально, идеально для Китая было бы постоять в каком-то боковике скучном, недельку-две, и после этого, где-нибудь с середины декабря, ближе к концу месяца, продолжить ралли. Это, на мой взгляд, было бы просто идеально. Если будет рост, я прям очень удивлюсь, удивлюсь этому, потому что, ну, техника говорит, куда, куда вы прете, давайте корректироваться. Но инвесторы покупают, покупают и покупают, и против лома нет приема, как говорится. Поэтому, техника, западение, факты, рост. Что здесь еще можно сказать? На недельном таймфрейме. Вот на долгосрочном, на недельке, на месячном таймфрейме все за продолжение роста. Вообще, если мы посмотрим месячный таймфрейм, то у нас прям картина маслом, говорящая о том, что у нас произошел, скорее всего, разворот по Китаю, и мы продолжим расти. Но какой-то нужно немножечко остановочка, и потом дальше расти, думаю, так. Что здесь еще добавить? Ну, наверное, больше нечего. Давайте теперь по акциям пройдемся. Первое, Алибаба. Здесь тоже все за коррекцию. За коррекцию. Мы подошли к 200-дневной скользящей средней. Может быть, мы ее сначала пробьем, а потом постоим как-то так, а потом пойдем выше. Не знаю, не знаю. Но индикаторы говорят, что пора корректироваться. Что касается недельки, здесь все за рост. На месячном тоже все за рост. Поэтому на недельке корректируемся. Вот в моей идеальной картине мира. На недельке корректируемся, потом продолжаем расти. Давайте дальше. Следующая компания. JD.com. То же самое. Все перекуплено. Непонятно по техническому моменту, как мы можем дальше расти. Но мы вообще выше 200-дневной. Это тоже прям вау, классно. Мы там не были уже очень-очень давно. С 2021 года примерно. Если мы закрепимся выше 200-дневной и поконсолидируемся, а потом порастем, то это будет просто идеально. Давайте идти далее. Ну, в общем, у всех примерно одинаковая картина. Пин-ду-ду. Моя любимица по китайским акциям. Читалась просто замечательно. В новостном фоне, в новостном обзоре мы еще об этом поговорим. По прибыли. На 80% лучше ожиданий. По вырыжке. На 15% лучше ожиданий. В общем, все шикарно у компании. Просто замечательно. Моя любимица растет. И я за нее рад. Но по индикаторам, здесь все жутко перекуплено. И должна быть какая-то коррекция. Я, конечно, ее не хочу. Но она должна быть. Вот так вот. Куда мы можем дальше расти? Ну, где-то под сотню. Под сотню, может быть, дорастем. Какие-то тут прям уже пробивать потолок будем. И, наверное, оттуда скорректируемся куда-нибудь обратно сюда же. Наверное, так. Ну, на недельке, на месячном таймфрейме здесь все за рост. В общем, как и все китайские компании. Примерно все одно и то же. Вип-шоп тоже компания очень неплохо отросла. Вот с 3 ноября, то есть буквально за месяц, вип-шопчик наш любимый вырос на 75%. Ну, о чем я многократно говорил, что компания легкая, будет расти. Просто нужно дождаться, когда будет расти весь Китай. Сейчас мы выросли до следующего уровня поддержки и пробили его. Вот 11 долларов 60 центов. Здесь, конечно, сложно говорить о дальнейшем росте. Должна быть какая-то коррекция, ребят. Но если ее не будет, я буду только счастлив. Потому что моя позиция по Китаю – это лонг. Поэтому я буду только рад. Что еще здесь сказать на недельке? На недельке – за продолжение роста. На месячном – за просто супер рост. Мы только в начале пути, если смотреть на долгосрочные фреймы. Следующая компания – Байдум. Что здесь у нас? Ну, то же самое. В принципе, по всем китайским акциям все одно и то же. Здесь ждается коррекция. Расти некуда. Но мы можем дальше расти. Следующая компания – Hello Group. Ну, вот здесь, конечно, немножко все погрустнее. Но из интересного момента то, что мы выше 200-дневной скользящей средней. А это у нас не было по-нормальному. По-нормальному – с 2019 года, что ли. В 2019 году мы чуть-чуть выше уходили. Какие-то у нас краткосрочные взлеты были. Но прям по-нормальному выше 200-дневной мы уже не были с 2019 года. Поэтому это интересный момент. Если мы закрепимся выше 200-дневной, то это за глобальный разворот по Hello Group. По индикаторам здесь еще есть куда расти, в отличие от других китайских компаний. На недельке за рост, на месячном таймфрейме тоже за рост. Все за рост. Лиавто. На дневке тоже самое. Чуть-чуть можем еще порасти. У нас, кстати, отчет будет скоро, да? 9 декабря у нас получается, по-моему, пятница. Надо будет посмотреть поподробнее, так ли это или нет. Что здесь еще сказать? Ну, давайте недельку посмотрим. На недельке и на месячном таймфрейме. Ну, на недельке точно за рост. На месячном тут как бы 50 на 50. Может еще и допадать. Поэтому здесь похуже. НИО на месячном за рост. Мы уже как бы допадали, скорее всего. На недельке за рост. На дневке тоже есть еще небольшой потенциал роста. Причем НИО или АВТО, следующая компания Xpeng, на дневном таймфрейме. Ну, чуть-чуть еще может, в общем-то, вырасти. На дневке-то. На недельке за существенный рост. Прям, не знаю, 26. 26. То есть, что где-то 100% может вырасти. Сколько? 130%. На месячном таймфрейме. Ну, вот здесь еще, может быть, и не допадали. Непонятно. Про электромобили в целом. Будет у нас все улучшаться с ковидной ситуацией в Китае. И все это у нас будет расти, как и все китайские компании. Не могу предсказать будущее, но вроде как все китайские власти заявляют, что будет смягчение по ковиду. Поэтому это, конечно, у нас для всех китайских компаний будет позитивным моментом для роста. Ну и последняя наша компания, которую мы всегда разбираем, Tau Education. В отличие от других компаний, Tau у нас на этой неделе незаметно рос. Значит, по сравнению с тем, что было неделю назад, ну, плюс-минус пару процентов. Переключились у нас на другие компании сейчас, и Tau поменьше растет. По индикаторам у нас, конечно, Tau должен скорректироваться. Примерно 5 долларов и 10 центов. Думаю, что вот сюда, наверное, можем сходить и потом дальше расти. На недельки и на месячном таймфрейме. Особенно на месячном таймфрейме. Здесь все за существенный, просто грандиозный рост под Tau Dikation. Непонятно на чем, но это техника. И давайте подведем итоги технического анализа. О чем нам говорит технический анализ? Братцы, вы куда вообще? Постойте, отдохните, скорректируйтесь. Дайте нам прийти в себя. Это касается дневного таймфрейма. То есть, тут все вообще за коррекцию прям однозначно на 100%. На недельки и на месячном таймфрейме говорят, что ребята, да мы только еще начинаем. Ну, как бы мы еще там расти-расти будем на 100-200-300%. Поэтому расслабьтесь. Мы еще только в самом своем начале пути. О чем это все говорит? Ну вот, если мы забудем про новостной фон, то я бы ждал пару недель хотя бы, хотя бы пару недель коррекции или боковика. И только после этого продолжение роста. Ну, например, не знаю, до какого-нибудь 20 декабря мы либо боковик, либо коррекция, а после мы продолжаем ракету. Вот. Например, 20 декабря нам говорят, что ребята, листинг в Америке продолжается, и мы еще там на 200% растем. Например, так. Ну вот сейчас техника говорит, остыньте. Ну ладно, давайте теперь поговорим про новостной фон. Вот на этой неделе я пытался, конечно, сократить новости, но тем не менее у меня получилось их довольно-таки много. Аж 12 новостей, которые не могу не рассказать. Ну, давайте все-таки я про них расскажу. Да, я их читаю, мы всю неделю пишем новости, переводим новости. Нас, кстати, все, говоря, воруют. Ну ладно, я уже привык. Поэтому я их зачитываю, я не могу выучить вот эти вот 4-5 листов текста. Поэтому извиняйте, ребята, если я их буду учить, то я вам вообще, не знаю, не раз в неделю буду выпуска делать раз в месяц. Поэтому будьте снисходительны. Ладно, первая новость. Китайские экономисты призывают к ослаблению ограничений ковида для ускорения роста. Шесть видных китайских экономистов призвали к ослаблению правил ковид в Китае для ускорения экономического роста. Возобновление экономической деятельности должно быть главным приоритетом страны в ближайшем будущем. Экономисты также призвали установить цель роста ВВП на 2023 год на уровне выше 5%, чтобы послать сильный сигнал о том, что стимулирование экономики является приоритетом для правительства. Хорошая новость, мы все только за. Следующая новость тоже рядом уже с этим. Китайские города ослабляют блокировки, а полный выход из ситуации с нулевым COVID-19 не за горами. И, собственно, суть этой статьи. Еще больше китайских городов, включая Урумчи на Дальнем Западе, объявили в воскресенье, 4 декабря, то есть сегодня, об ослаблении ограничений на коронавирус. Власти заявили, что Урумчи, столица региона Синьцзян, где впервые вспыхнули протесты, с понедельника вновь откроют торговые центры, рынки, рестораны и другие заведения. С понедельника людям в Шанхае больше не нужно будет показывать отрицательные результаты теста на COVID-19, чтобы пользоваться общественным транспортом и посещать парки, объявили власти в воскресенье. В субботу в Пекине власти заявили, что покупка лекарств от лихорадки, кашля и боли в горле больше не требует регистрации. Ранее ограничение было введено, потому что власти полагали, что люди используют лекарства, чтобы скрыть инфекции COVID-19. Отличные новости. Соответственно, вот эти новости у нас еще не включены в рынок, поэтому думаю, что понедельник, скорее всего, тоже будет у нас ростом. По китайским акциям, во всяком случае, вот в воскресенье видится так. Следующая новость. Начало ли конца COVID-0? Пекин дал самые сильные сигналы о том, что он, возможно, переосмысливает COVID-0. Пополнив список официальных и влиятельных голосов в Китае, которые изменили свой тон в отношении противоречивой политики в вопросе пандемии. Государственные СМИ также смягчили свои формулировки на этой неделе и совсем недавно подчеркнули не только опасный характер штамма омикром. То есть, говорят, что будет смягчение. Но действительно ли у Пекина есть план? Возможно, нет. Нью-Йорк Таймс отмечает, что, цитата, неясно, как далеко партия готова зайти и возглавляет ли какой-то такой сдвиг Си Цзиньпин, лидер Китая, который был главным сторонником нулевого ковида в стране. Такая маленькая ложка дегтя. Следующая новость. Ведущие банки Китая выдадут кредиты, чтобы помочь застройщикам погасить долги. Китай приказал своим крупнейшим государственным банкам выдавать кредиты, чтобы помочь девелоперам погасить долги. Регулирующие органы дали банкам приказы, установив дату 10 декабря, к которой можно выдать кредиты под залог внутренних активов. Средства, поступающие от банков, позволят девелоперам погасить кредиты и долларовые облигарции, помогая восстановить подорванное доверие глобальных инвесторов. Девелоперы будут соответствовать требованиям, если их балансовые отчеты будут признанными хорошими. Например, такие компании, как Tiffy Holdings, Country Garden, Lot4 Group и другие. Действительно это важно. Девелоперы у нас очень сильно упали. Понятно, по каким причинам. Эвергранты и все такое. И вот сейчас китайские власти то, что сами, можно сказать, своими собственными руками сделали, чтобы все строительные компании обвалились, сейчас своими же собственными руками и пытаются их спасти. Далее новость про компанию Alibaba. Alibaba запускает платформу электронной коммерции Miravia в Испании. Alibaba сообщила, что компания официально запускает Miravia новую платформу электронной коммерции для испанского рынка. Miravia, которая была представлена в Испании 1 декабря, работает независимо на платформе, предоставленные в основном испанские и европейские бренды. Miravia нацелена на средний и элитный местный рынок. В общем, компания Alibaba развивается не только внутри Китая, но и за его пределами. Я думаю, что это очень логичный шаг и я бы ожидал какие-то выходы и на американский рынок более существенной. В общем, ждем развития Alibaba за пределами Китая. Следующая новость, в общем-то, несколько похожая. Bilibili начинает осваивать рынок Юго-Восточной Азии. Компания Bilibili выбрала Юго-Восточную Азию в качестве СЛО первого зарубежного направления. Из-за того, что пользователям в регионе нравятся анимации, комиксы и игры. И из-за отсутствия платформ для обмена видео в этих странах. В общем, Bilibili тоже расширяется за пределы Китая. Следующая новость. Компания NIO сокращает время ожидания своих электромобилей, поскольку производство возвращается к норме после сбоев COVID-19. NIO сократили время ожидания доставки своих автомобилей, что является последним признаком того, что компания преодолела проблемы с цепочкой поставок. Покупатели седана NIO ET5 получили свои автомобили через 13-15 недель после размещения заказа сейчас. А еще в сентябре им приходилось ждать до 23 недели. Период ожидания модели ET7 также был резко сокращен с 5 недель до 2. Вот на состоянии в пятницу. Сокращение периода ожиданий произошло после того, как NIO объявил, что она решила проблему с цепочкой поставок, что позволило вернуться к нормальному производству. То есть для NIO тоже у нас впереди все, судя по всему, хорошо. Вот поставки уже улучшаются, ускоряются. Следующая новость. Аналитики улучшают прогнозы доходов Китая на 2023 год в связи с возрождением надежд. Итак, аналитики повысили прогнозы доходов китайских компаний в 2023 году, ожидая, что экономика страны выиграет от мер стимулирования и ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19. Данные Refinitif показали, что прибыль китайских крупных и средних компаний с рыночной капитализацией не менее 1 миллиарда долларов, как ожидается, вырастет в среднем на 17% в 2023 году, что является вторым по величине после Индии. Цитата. «Мы ожидаем значительного ослабления ограничений, связанных с COVID-19 в втором квартале 2023 года. Мы прогнозируем рост прибыли MSCI China на 15-20%, то будет обусловлено более низкими ценами на сырьевые товары, улучшением экономического роста и меньшим списанием активов, говорится в сообщении Джеймса Вонга, стратега компании UBS. Согласно данным ИБЕС, сектор потребительских товаров и потребительских услуг возглавили прогнозы доходов на следующий год в Китае, ожидая роста чистой прибыли примерно на 35%. В общем, аналитики у нас перебываются на ходу, недавно говорили, что Китай вообще инвестиционным непригоден и вообще нужно обходить страну, а сейчас уже вон чего говорят. Ну, аналитики такие аналитики. Следующая новость. Глава Центрального банка Китая заявил, что сейчас основное внимание уделяется росту. Управляющий Народного банка Китая Иган заявил, что внимание ЦБ в настоящее время сосредоточено на экономическом росте, что является признаком того, что политики могут переключиться на поддержку восстановления, поскольку страна постепенно ослабляет контроль над COVID-19. Цитата. «Сейчас мы сосредоточены на росте», — сказал И в видеообращение на конференции Центрального банка в Бангкоке. «У нас довольно адаптивная денежно-кредитная политика, которая помогает восстановить экономику и максимально увеличить занятость. Темпы роста в настоящее время несколько медленнее, чем ожидалось из-за COVID и других факторов», — сказал И. «Он отметил, что инфляция была относительно низкой, заявив, что в 2023 году инфляция, вероятно, останется в умеренном диапазоне». В общем, голова ЦБ за то, что будет уделяться росту. Это очень важно. Следующая новость — компания «Экспенка». Основные выводы из прибыли за третий квартал. «Экспенк» показал достойный квартал, учитывая проблемы, влияющие на автомобильную промышленность Китая, что также объясняет ее слабые прогнозы на четвертый квартал. Несмотря на это, среднестатистические перспективы роста «Экспенка» остаются довольно сильными. Ожидания более мягких ограничений, связанных с COVID в Китае, привели к резкому росту цен на акции. Тем не менее, «Экспенка» остается весьма недооцененной, учитывая ее фундаментальные показатели и ожидаемый рост в будущем, оставаясь хорошим игроком в теме инвестиций в долгосрочный рост электромобилей. В общем, у «Экспенка» тоже все будет хорошо. Следующая новость — компания «Вайду» построит в 2023 году крупнейшую в мире зону обслуживания без водителей. «Вайду» объявила о планах построить в 2023 году крупнейшую в мире автономную зону обслуживания пассажиров. В плане изложена цель расширить зону действия полностью беспилотного роботакси «Вайду», что позволит ему ухватить больше потенциальных клиентов. Тоже хорошая новость для акционеров «Вайду». Компания развивается, развивается, и все у нее прекрасно. И последняя новость на сегодня про «Пиндуду». Компания стремительный рост и выдающееся исполнение. «Пиндаду» сообщила о хороших финансовых результатах за третий квартал 2022 года. Выручка составила около 5 миллиардов долларов, увеличившись на 65% по сравнению с прошлым годом. По-моему, это просто фантастический рост. «Пиндаду» просто «Мое сердце с тобой». Этот доход был обусловлен в основном ростом доходов компании от услуг онлайн-маркетинга, которые составляют около 80% от общего дохода. И увеличились на 58% в годовом исчислении до примерно 4 миллиардов долларов. В общем, компания «Пиндуду» просто огонь. И судя по тем данным, какие есть, и дальше компания будет существенно расти. И текущая цена – это просто очень низко для компании. Думаю, что «Пиндуду» на 200-300% вырастет в ближайшие год-два. Вот такой у нас новостной фон. По Китаю в целом позитивный. Я бы не сказал, что у нас было бы что-то такое прям суперсущественное, кроме изменения политики Китая про COVID-19. И отчеты у нас тоже, конечно, были на этой неделе неплохие. Особенно по «Пиндуду» меня порадовали отчеты. Но вот что-то такого прям суперчего-то эдакого, типа новостей по листингу китайских компаний не было. И мы выросли так существенно. Хотя COVID в Китае продолжал существовать, и ограничения существуют. Выходила статистика по Китаю, которая показывала не самые радужные данные. Наоборот, плохие выходили данные по Китаю. Тот же «Экспенг» показал плохой отчет, и прогноз на следующий квартал плохой. А он вот что сделал. Вырос как сильно. Поэтому, на мой взгляд, новостной фон был не настолько крутой, чтобы мы так сильно выросли на этой неделе. Лично я думаю, просто мое мнение, кто-то что-то знает и покупает Китай заранее. Я думаю, что это как раз информация по листингу. То, что, скорее всего, листинг продолжается китайских компаний в Америке, и кто-то большой на этой новости покупает. Об этом мы, конечно, узнаем, не знаю, через неделю, через две. Но кто-то сейчас уже готовится. Когда выйдет эта новость, мы увидим, конечно, ракету по Китаю. Не знаю, может быть, за один на 100% вырастим вообще по всем китайским акциям. А вообще, на мой взгляд, когда выйдет эта новость, если она выйдет положительная, то наибольший рост будет у тех компаний, у которых нет вторичного листинга на Гонконге. У тех компаний, соответственно, самые большие риски, самые большие проблемы, если листинга в Америке не продолжится. Поэтому и в цены этих акций вот эти риски больше всего заложены. И когда мы узнаем, что все замечательно, то вот эти компании имеют самый большой потенциал роста. Давайте подведем итоги, что нам ждать по Китаю на следующей неделе. Итак, технический анализ говорит о том, как и неделю назад, что у нас должна быть коррекция просто 100%. 100%. Новостной фон. У нас в эти выходные вышли новости о том, что очередные смягчения по Китаю, по ковиду. И это совершенно не отыграно. Поэтому, несмотря на весь технический анализ, новостной фон говорит, что мы и дальше будем расти, ребята. И не собираемся мы корректироваться. Поэтому моя позиция, я в ангах по Китаю, но у меня сейчас нейтральная оценка. Потому что техника туда, новость туда, знаете, эти вот мемчики, которые говорят, что там вот туда-сюда, и, короче, не знают, что происходит. Вот у меня сейчас такая же ситуация. Я не могу сказать, что будет у нас на следующей неделе. Потому что противоположные данные. Теханализ за одно, а новостной фон за другое. И поэтому не могу сказать, чего будет дальше. Я бы хотел, конечно же, роста. Потому что я инвестор, и я за рост. Я не шорчу, гитай. Но техника говорит, не отдохнуть ли тебе немножечко от этого роста. Поэтому просто поживем, увидим. Что еще хотел сказать. На этой неделе я еще раз заходил на РБК, в эфир компании, в эфир телекомпании РБК. И там комментировал новый инструмент для тех, кто хочет трейдить весь рынок Кита или Европы. Вот вышли два новых фьючерса на кто-то типа зеркало индекса Гонконга и стокс 50 по Европе. В общем, рассказывал. Если хотите посмотреть, то оставлю ссылку в описании к этому видео на канал РБК. Соответственно, если интересно, посмотрите. Там тоже немножечко про Китай обсуждали. Итак, на этом все. Если вам нравится мой канал, что-нибудь обязательно напишите в комментариях. Надеюсь, что вы тоже рады тому, что Китай вырос. Еще неделю назад я, кроме того, что говорю, что я, в общем-то, жду коррекции, я еще и рассказывал, что, на мой взгляд, сейчас, еще тогда, я уже вижу именно смену тренда по китайским акциям, потому что все говорит о том, что у нас сейчас все наоборот, и не так, как было полтора года, вот два года подряд по Китаю, поэтому сейчас уже я думаю, что у нас именно смена тренда, то есть у нас глобально начинается повышение китайских акций, который может еще несколько лет продлиться, ну, конечно же, с коррекциями месячными и так далее, но тем не менее, я думаю, что у нас уже смена тренда по Китаю, и глобально в рамках нескольких лет мы будем уже обсуждать, как сильно китайские акции выросли, и когда же они уже будут корректироваться, сколько можно, вот, в общем, на этой позитивной ноте я заканчиваю свой эфир, обязательно какой-нибудь комментарий напишите, хотя бы там, не знаю, спасибо, или все, фуфу, Китай упадет, хоть что-нибудь напишите, ставьте лайки, и всем до следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok